Еще раз добрый вечер. Вы смотрите новости информбюро в студии Оскар Мендыбаев и коротко о главных событиях уходящего дня. Прокуроры запросили для Кайрата Буранбаева 6 лет лишения свободы. Какое соглашение заключили надзорники с другими подсудимыми по этому делу? Какое решение в итоге вынес суд? Сайгаки уничтожают посевы и пастбища. Насколько выросла их численность? Какие регионы больше всего страдают? Поэтому стрелять в него очень непросто. И почему их отстрел не оптимальное решение проблемы? Дело о захвате заложников в Каспи-банке. Отразится ли раскаяние подсудимого на решении Фемиды? Сколько запросили прокуроры для Алихана Муратова? Хотели купить мебель? Жители Шимкента потеряли миллионы. Мы не первые и не последние, кого он обманул. До нас сколько людей пострадали. Почему предприниматель не выполнил заказ? И как получается, что бизнесмен продолжает работать? Я во всем по порядку. В Астане за хищение средств при импорте российского газа бизнесмена Кайрата Буранбаева приговорили к 6 годам тюремного заключения. Отбывать свой срок он будет в учреждении уголовной исполнительной системы средней безопасности. Оглашая приговор, столичная апелляционная судебная коллегия по уголовным делам сообщила о конфискации имущества осужденного. Таким образом, в доход государства будут переданы коммерческое помещение земельным участком в городе Алматы на сумму больше 680 миллионов тенге, а также денежные средства, находящиеся на личных счетах предпринимателя, а это свыше 6 миллионов долларов. Также накануне агентство по финансовому мониторингу сообщило о добровольной передаче в собственность государства осужденным активов на 90 миллиардов тенге. Напомню, ранее суд Астаны уже приговаривал Кайрата Буранбаева к 8 годам лишения свободы. Тогда он и еще двое фигурантов уголовного дела были признаны виновными в хищении средств национальной компании «Казакгаз» при поставках газа. Однако в начале июля этот приговор был отменен. После очередного процесса стало известно, что прокуратура заключила процессуальное соглашение о признании вины. Сделку сочли законной, так как подсудимые возместили ущерб в размере 14,5 миллиардов тенге. Отмечу, 6 лет лишения свободы получил партнер по бизнесу Буранбаева Роман Наханов. К 5 годам заключения приговорен и бывший заместитель председателя «Казакгаз» Таир Женузак. С учетом преступной роли каждого в данной ситуации, то, что именно Буранбаев и Наханов распорядились с похищенными имуществом и легализовали, а Женузак выполнял незаконные указания руководства, при этом не получал преступного дохода, прокурорам было представлено процессуальное соглашение в форме сделки о признании вины. В рамках согласительного производства подсудимые добровольно заключили процессуальное соглашение, не оспаривали обвинения, не оспаривали доказательства, собранные по данному делу, а также размер причиненного вреда. И к другому громкому делу 8 лет лишения свободы запросила прокурор для Алихана Мурадова, который в июне захватил заложников в Каспи-банке. Сегодня в специализированном международном суде Астаны прошли прения сторон. Прокурор считает, вина подсудимого доказана, отметив, что отягчающих обстоятельств не усмотрела, при этом смягчающими обвинитель посчитала чистосердечное раскаяние и активное содействие следствию. В свою очередь адвокат Мурадова утверждает, под защитной своими действиями никому не собирался причинять вред, только хотел привлечь общественное внимание. Решение суда должны огласить 18 сентября. Напомню, в июне Алихан Мурадов захватил заложников в столичном отделении Каспи-банка. Переговоры по освобождению сотрудников финучреждения ввел уже векс-министр на внутренних дел Марат Ахмеджанов. Безработных казахстанцев тянет на преступления. От безденежья и свободного времени граждане без работы совершают самые разные правонарушения. Грабят, обманывают людей, употребляют и продают наркотики. Эксперты говорят, чаще всего в этой категории молодые люди. Исправить это может только создание новых рабочих мест. Безработные казахстанцы все чаще идут на преступления. Большая часть из них ворует все, что плохо лежит. Продукты, сумки, детали авто. А еще подаются в мошенники и совершают мелкие хищения. Кроме этого, безработные употребляют наркотики и нарушают правила дорожного движения. Всего за 8 месяцев этого года больше 30 тысяч безработных преступили закон. Больше 10 тысяч из них совершили преступления средней тяжести. 8 тысяч человек пошли на тяжкие правонарушения. Почти 960 осудили за совершение особо тяжких преступлений. По словам кандидата экономических наук Сауле Илашевой, чаще всего у таких безработных преступников нет образования. Подавляющее большинство из них молодежь. Специалист говорит, это те молодые люди, которые не смогли найти свое место в жизни. Ведь если в городах работы еще есть, то в селах практически нет. Выход один – создавать рабочие места. 80% населения проживает в сельской местности. Естественно, в сельской местности создать рабочие места на сегодняшний день очень сложно. Необходимо на селе развивать именно переработку сельскохозяйственной продукции, то есть создавать рабочие места. И таким образом молодежь, которая проживает в сельской местности, они будут оставаться там и будут работать. Безработица приводит к напряжению и нестабильности в обществе. Безденежье провоцирует скандалы в семье и бытовое насилие. Когда у человека нет работы, у него нет вообще крыши над головой, он снимает жилье, это все будет так или иначе на отношения, на вообще в целом психологическое, психическое состояние человека влиять. Общественники говорят, в стране не хватает рабочих программ для обучения и трудоустройства молодежи. Нужно проводить больше семинаров и мастер-классов для молодых людей, чтобы они нашли свое призвание и могли зарабатывать деньги. Анастасия Новикова, Доворон Авдеев, Абзал Турябеков, Информбюро. Только за прошлый год автомошенники обманули казахстанцев почти на полмиллиарда тенгей. С каждым годом таких случаев становится все больше. Эксперты это связывают с развитием информационных технологий, с тем, что перепроверить информацию в социальных сетях очень сложно. Как не попасться на удочку мошенников и что нужно знать, прежде чем приобрести авто? На эти вопросы нам ответит автоэксперт, человек, который занимается этим бизнесом больше 10 лет, Чингис Худебердеев. Добрый вечер, Чингис. Добрый вечер, Асхар. Чингис, скажите, пожалуйста, какие самые распространенные схемы мошенничества? Самые распространенные схемы мошенничества связаны с логистикой, связаны с социальных сетях, с покупкой. В основном у нас получается за границу видеть в Инстаграме, в соцсетях или в Ютубе. В Ютубе еще более доверчиво, это они показывают свою работу. В Инстаграме, можно сказать, практически можно не верить, потому что многие просто показывают фотографии и якобы покупают эту машину, но на самом деле пока вам не предоставят инвойсы, пока вам не доставят счет на оплату, вы не отправляете деньги. А у нас берут деньги, отправляют, после этого они заблокировали. Второй случай, когда приезжают наши гражданины за границей, сами едут, покупают машины, они не знают, с какой логистической компании отправить, потому что нашей логистической компании за границей очень мало, кто действительно с Казахстана работает. И есть некоторые компании, даже они представления о Казахстане не знают, покупают машину, берут машину у казахов и говорят, отправим. И она просто в дороге исчезает. Почему люди обманываются? Ну, доверчивость, это получается нехватка опыта, так как у нас последние 10 лет приостановление было импорт автомобиля, очень мало было завез, и в данный момент импорт автомобиль с большим потоком приезжает в Казахстан. Сейчас буквально хлынули вот эти новые авто, да, и люди вот... Люди, да, вот нехватка опыта, если так сказать, вот новые логистические пути настраиваются, сейчас, так как раньше мы работали через Россию, например, проходили все машины, сейчас наши гражданины могут поехать в любую страну, сами заказать машину и привезти. Ну, за это просто нехватка опыта. Вот в этой сфере, кто работает, побольше опыта надо брать, консультации побольше получать, прежде чем куда-то ехать за границей за машиной. И давайте еще раз подытожим, что нужно знать всем казахстанцам, как не попасться на руки мошенников, что вот проверить, инстаграм-страницу можно ли проверить и так далее, и там документы какие? Документы желательно реквизиты проверять. И вот когда я это повторял, говорил, возьмите контакты тех людей, клиентов, отзыв клиента, до этого с Казахстаном наши граждане, они правильно предоставили, неправильно предоставили, как эта вообще схема. И желательно у больших многих фирмов, которые уже вот из Дубая, из Грузии, которые работают, у них в Казахстане должны быть офисы. Вот, в первую очередь проверьте казахстанский офис, потом будете уже заграничный их офис проверять. А если у них нет в Казахстане лицо, которое за них может эту всю работу исполнить, они не могут так просто отправить, потому что у них физически должен быть здесь человек, который за них отвечает. Спасибо большое, что пришли и нашли время, и ответили на наши вопросы. Всегда, пожалуйста, обращайтесь. У нас в гостях был автоэксперт Шенгэс Худебердиев. Сосед по съемному жилью обманом оформил кредиты на пенсионера в Петропавловске, а все деньги недобросовестны, мужчина проиграл в букмекерской конторе. Полиции еще раз предупреждают никому не доверять свои персональные данные. 69-летний житель Североказахстанской области узнал об офере лишь когда получил половину пенсии. Остальные деньги, как оказалось, были списаны у него в счет погашения двух кредитов. Оперативники установили подозреваемого, а им оказался 26-летний житель одного из районов, который снимал в городе комнату вместе с пенсионером. Пользуясь доверием пожилого человека, он получил доступ к его телефону и банковскому приложению и оформил на имя соседа два займа на сумму около 300 тысяч тенге. Суд назначил мошеннику наказание в виде ограничения свободы на 3 года и 6 месяцев. Со слов задержанного, он якобы нуждался в деньгах, собирался вернуть их. Правда, способ он выбрал не самый надежный. Оба займа были потрачены им на ставки в букмекерской конторе, так что поправить финансовое положение не удалось. Впрочем, близкое судебное заседание простимулировало молодого человека на поиск средств и причиненный ущерб он возместил. Фермеры Казахстана терпят убытки из-за набегов сайгаков на посевные и сенокосные поля. Только в Актюбинской области, по данным Управления сельского хозяйства, истреблены посевы на 16 тысячах гектарах земли. Не лучшая ситуация и в соседней, и в западной Казахстанской области. Там из-за вытоптанных антилопами угодий крестьяне вынуждены сокращать поголовье скота, ведь кормов не хватает. Какой выход из ситуации предлагают ученые, депутаты и фермеры, узнавали наши корреспонденты. О том, что численность сайгаков, которая на сегодня составляет почти 2 миллиона особей, нужно регулировать, впервые заговорили еще в прошлом году. Тогда предлагалось дать разрешение на отстрел 10% от их общего числа. Но из-за рисков распространения браконьерства и сокращения поголовья краснокнижного животного никаких изменений предпринято не было. На сегодня депутат Можелеса парламента Сергей Пономарев, который знает о проблеме не понаслышке, другого выхода, как отстрел, не видит. Пока сейчас принято решение отстрелять небольшое количество для науки. Этих сайгаков отстреляют совершенно точно, чтобы посмотреть их данные, чтобы изучить их. Но проблема в том, что мы за годы независимости стали относиться к сайгаку не как к источнику мяса, а как к символу Казахстана. Поэтому стрелять в него очень непросто. Но видя, какой ущерб она наносит, мы все равно должны как-то реагировать, принимать меры к сожалению. Сергей Пономарев акцентирует внимание на том, что процедуру отстрела нельзя отдавать в руки охотников. Заниматься этим должна госорганизация Охотзоопром, чтобы исключить браконьерство. Ученый из Уральска Альжан Шамшиддин также считает, что регулированием числа степных антилоп должно заниматься государство. А меры предпринимать надо уже сейчас. Эксперт опасается, что высокая плотность сайгаков может привести к вспышке инфекции среди людей, переносчиками которых являются сайгаки. К тому же, если не решить вопрос с отстрелом этой осенью, возможен массовый падеж животных от голода из-за засухи. На выездном заседании в Уральске отметили, что вопрос решится в ближайшее время. Наше министерство поручило Западно-Казахстанскому аграрно-техническому университету имени Жангархана сделать биологическое обоснование по урегулированию популяции сайгаков. На сегодня оно готово и идет подготовка к управлению популяцией сайгаков. Вопрос решится до конца сентября. Браконьерство и варварское истребление сайгаков едва не привело к их исчезновению. А весь на территории Казахстана обитает более 95% от их мировой популяции. Поэтому долгие годы и сейчас сайгаки находятся под защитой государства. Вы смотрите Информбюро. Мы продолжаем выпуск. После длительного перерыва коронавирус вновь начали регистрировать в Кустанайской области. В сентябре уже выявили подтвержденных пять случаев. Стоит ли сейчас опасаться вируса, который держал в страхе весь мир? Или он действительно перешел в разряд сезонных заболеваний? Узнавала Нина Шапо. С приходом осени коронавирус вновь замаячил на горизонте. Среди тех, кто обращается с симптомами простуды и гриппа, стали выявлять заболевших опасным вирусом. К примеру, в Кустанайской области с начала сентября получено пять положительных тестов на COVID-19. Это с учетом того, что в августе таких больных вообще не было. Последние случаи были в июле месяце, это два случая. На сегодняшний день уже зарегистрировано пять случаев. Это жители города Рудны, жители Кустанайского района и города Кустанай. Учитывая то, что сейчас холодное время года, сезон заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, гриппом, и коронавирусная инфекция тоже приобретает сезонный характер, поэтому возможен подъем заболеваемости. Но специалисты говорят, что коронавирус проявляется даже не сезонностью, а локально в каких-то точках. В последнее время вирус мутировал. Но люди при этом приобрели определенный коллективный иммунитет, не стопроцентно защищающий от заболевания, но позволяющий переносить его легко. Он пытается избежать наших иммунных атак, и он это делает путем эволюции, путем мутации. То есть он внешне меняется с тем, чтобы наша иммунная система была менее способна, чтобы распознать этот вирус для уничтожения. Но делает это он ценой потери своей, так скажем, вирулентности, то есть потери заразности и потери агрессивности. Но расслабляться, говорят врачи, не стоит. Нужно по-прежнему защищать себя, как к примеру, от вируса гриппа и заботиться об окружающих. Стараться при первых признаках простуды изолироваться дома. В группе риска по-прежнему пожилые и люди, страдающие хроническими заболеваниями. А вот что же касается вакцинации, то тут каждый решает сам. Но прежнюю ученые считают уже неэффективной. Для молодых, допустим, я бы особо не стал бы сейчас вакцинироваться. Но, тем не менее, для пожилых, старше 65 лет, допустим, и тех, кто страдает заболеваниями, тем, конечно, как появится, допустим, в Казахстане вакцина против нынешнего коронавируса. Буквально на днях в Соединенных Штатах Америки их фармакологический лекарственный регулятор одобрил уже новую вакцину, Фазера, Модерна, именно против последних штаммов. Там, вариантов вируса. Как он появится, тогда вот именно пожилым можно будет провакцинироваться. Ранее в комитете санэпидконтроля сообщили, что рост заболеваемости наблюдается в столице, Алматы и Шимкенте. Что же касается вакцин от коронавируса, то в стране есть более 257 тысяч доз. Жители Шимкента остались без денег и мебели. Горожане отдали свои средства предпринимателю, который по договору должен был им сделать кухонный гарнитур, мебель в спальню и зал. Вот только договорные обязательства не исполнил, но продолжает работать и брать заказы, говорят люди. Горожане обращались в полицию и суд, но безрезультатно. Анастасия Новикова с подробностями. Ни денег, ни гарнитуров. Жители Шимкента жалуются на компанию по изготовлению мебели. Люди говорят, отдали предпринимателю деньги, но обещанные работы под ключ не получили. Тамила Мамедова заказала мебель полгода назад. Говорит, отдала предоплату больше полутора миллиона тенге. Но заказ так и не получила. Мы не первые и не последние, кого он обманул. До нас сколько людей пострадали. То есть кому-то он миллион 700, кому-то 2 миллиона, кому-то 3 миллиона. Он забирает и также на свободе дальше продолжает гулять. Мы хотим остановить, во-первых, этот беспредел и забрать свои деньги, вернуть свои деньги. Заключил договор в прошлом году, в октябре, на сумме 300 тысяч тенге, на кухонную мебель. Самого владельца фирмы в Шумкенте не оказалось. В телефонном разговоре мужчина заявил, что покупатели не вовремя отправили ему средства. А затем якобы начался разгар сезона, и они не успели изготовить заказ в срок. Горожане говорят, обращались в полицию, но там заявление не приняли. Правозащитник Евгений Иворский подтверждает, заявление там братья не должны, если только нет признаков мошенничества. Такие вопросы обычно должны решать в суде. Поэтому юристы советуют проверять фирмы, с которыми вы планируете заключать договоры, обращать внимание на то, как давно компания на рынке, и нет ли о ней негативных отзывов. Анастасия Новикова, Девран Абдиев, Абзал Турабеков, Инфорумбюро. Свыше полсотни лошадей, принадлежащих одному из крестьянских хозяйств, угнали в Восточно-Казахстанской области. Ущерб составил 43 миллиона тенге. Возбуждено уголовное дело по статье «Скотократство». Наказание за этот вид кражи предусматривает крупный штраф, исправительные работы, либо лишение свободы до пяти лет с конфискацией имущества. Это произошло в Уландском районе. О краже заявил родственник хозяина фермы. Ночью с вольного выпаса угнали весь табун лошадей. Все они имели метки, а на одном животном даже был GPS-трекер, но он оказался отключенным. В ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что кобылу на шее, у которой был прикреплен датчик, убили выстрелом в голову. В поиске животных задействовали вертолеты-дрон. Полицейские по горячим следам задержали подозреваемого. Им оказался 46-летний житель области Абай. При осмотре и обыска дома, где он проживает в базе для загона скота, были изъяты вещественные доказательства. По данному факту начато досудебное расследование по статье 188 прим. 1 части 4 Уголовного кодекса Республики Казахстан. В настоящее время назначены судебные экспертизы, проводятся следственно-оперативные мероприятия. Халык дарит 5% при оплате через Халык Кьюар. Клиенты Народного банка смогут получить повышенный кэшбэк, оплачивая через посттерминал. Как совершить покупку с выгодой, расскажет Дамир Анитов. Техника, продукты, канцелярские товары, одежда, оплата услуг. Любая покупка с помощью у Халык Кьюар обещает приятный бонус. Оплатив через посттерминал, можно получить до 5% кэшбэка. В новом сервисе, который мы распространяем, который позволяет клиентам нашим зарабатывать 5% бонусов во всех терминалах Халык Банка, не ограничиваясь какими-то отдельными категориями или магазинами. То есть в любом месте, где клиент может увидеть посттерминал Халык Банка, там он может заработать 5% бонусов. Акция сейчас бонусно продлится с 1 сентября до 31 декабря включительно. Для того, чтобы получить бонус, клиенту нужно, первое, открыть приложение Халык, второе, выбрать функцию QR, третье, отсканировать QR-код в посттерминале Халык, четвертое, подтвердить платеж. Бонусы от покупки можно будет потратить как в приложении Халык, так и в любом заведении, где есть посттерминал Халык. Чем больше транзакций, тем больше бонусов вы получаете. Всего по Казахстану насчитывается свыше 140 тысяч посттерминалов. Подробнее об акции можно прочитать на сайте halukbank.kz. Дамир Анитов, Думан Залеменов, Информбюро.